Глава десятая Не следует складывать все яйца в одну мошонку. Чак Норрис Ворота закрылись. В морозной темноте подземелья дыхание было громким и искаженным, как из телефонной трубки. Луч фонаря дрожал. — Пойдем, — неуверенно сказал Николай Степанович. Гусар молча потрусил вперед. Оглянулся, оскалив зубы, и Николай Степанович вдруг понял, что гусар идет налегке. Что-то мигнуло в сознании. Нет, вторая связка бутылок аккуратно уложена в рюкзак. А гусар нес на спине проглота. Непонятно, как это соотносилось с грубой действительностью, но из квартиры можно было взять все. Пачку любым их турецких папирос эль-малы, их в Москве почему-то не достать, неоткупоренную бутылку мартеля и проглота, который вдруг взбесился в террариуме и без которого гусар уходить отказался. И вот теперь гусар шел налегке. Ты его оставил в усыпальнице? Гррр! С ума сошел! Он же вымахает с кита! Гррр! То есть, ты уже все решил, да? И все понял? Что нас покупают, что мы зачем-то нужны? И даже догадался зачем? Гррр! А ведь с другой стороны, разрешаются миллионы проблем. Наверняка долой болезни, долой быструю смерть, проблемы пищи, энергии, все уходит. Что они еще там могли? Создавать новые миры, отличные от старого? Или такие же в точности? Гррр! А мы, значит, гордые. Я знаешь, когда вздрогнул? Когда про Шолохова услышал. Ведь мне в сущности предложили то же самое. Только не роман гениальный, а судьбу России переделать. Не меньше. Ведь знали, кому предлагать. И что предлагать? Черт! Ведь только правду говорил он. Только правду! А сложилось все в такую приманку. Гррр! Сами мангасы не могут дать нам свою премудрость. Не позволяет тот могучий инстинкт. Только золотой дракон, который в сущности что? Библиотека? Нет, больше. Средоточие премудрости, информационный снаряд, исполинский вирус. Он может делиться сведениями с кем угодно, без ограничений. Потому что кто же еще, кроме спящих, обратиться к нему, запертому вместе с ними? И тогда возникает, как бы само собой, случайно, без конкретного умысла, решение создать новых мангасов из людей, у которых не будет внутреннего запрета. Их начинают отбирать, способных кроли. Потом гонят по лабиринту. Нужна тысяча лет? Какие проблемы? И вот финиш. И главный приз. Должность Господа Бога вакантна. Просим, просим! Гррр! Вот именно. Я соблазняюсь ею и начинаю творить добро. И через меня в мир потоком идут древние знания. И мы медленно и незаметно для себя начинаем превращаться в великих древних. Не знаю. Изменимся ли мы внешне, а уж внутренне-то все непременно. Гррр! Гррр! Они вышли к месту перехода в Румы. Девять широких полукруглого сечения колонн окружало плоский камень. Николай Степанович поставил на камень связку бутылок для свечи и две карты. Зажег свечи. Поставил карты так, чтобы тени на нужной колонне совпали. Иди, сказал он. Гусар нырнул в тень. Николай Степанович шагнул следом, доставая узи, обернулся. Из тени все было видно, как через тонированное стекло. Он дал короткую очередь и во вспышках огня успел заметить, как брызнули в стороны кусочки стекла и непроницаемой тьмы. Шестое чувство. Париж. 1968 год. Октябрь. Внутри Роллс-Ройс гораздо больше, чем снаружи, уверяю вас, Ник. Дорогие машины не похожи на дешевые. Вы правы, Билл. Потому что они стоят дороже. Маленький буксир волок по сене огромную баржу. На барже шла своя жизнь, совершенно отдельно от береговой. Там висело белье, бегали дети и собаки. Пойдемте, Билл, сказал я. Вон там есть еще одно славное кафе. Адсон устроил мне экскурсию по Парижу моей юности. Верно сказано. Никогда не следует возвращаться туда, где тебе было хорошо. Мы уже побывали и на бульваре Сен-Жермен 68, и Нарю Далягет 25, и Нарю Барра 1, и Нарю Бонопарт 10, и Нарю Камбон 59. Да мы казались другими, и сам себе-то казался другим, и только Париж был прежним. У Мишо подавали устриц с легким белым вином, у Жако все ту же пулярку, а старый Бриганден, конечно, давно умер. И в его заведении хозяйничал сын, тоже старый Бриганден, а может быть и внук, и тоже старый Бриганден. Один я был молодым в этом древнем городе. — У французов хватило ума не устраивать драку на улицах, — сказал Атсон, когда мы двинулись вдоль набережной. Атсон был в дешевых бумажных синих штанах, в пиджаке с замшевыми заплатами и какой-то залихватской вельветовой кипченке. Я облачился в джинсы и свитер грубой вязки. — Я сейчас походил на студента Сорбоны, но не прежнего, 909-го года, образца, тогда мы косили под опашей, а нынешнего, одного из тех, что в недавнем мае переворачивал машины и швырял в ажана в булыжники. Ажаны косились на меня с подозрением. Черный Роллс-Ройс Атсона тихонько катил следом за нами, терпеливо ожидая у дверей различных забегаловок, ни одну из которых мы старались не пропустить. День был ясный и тихий. — Никогда не представлял, что это кислятиной. Можно так набраться, — сказал Атсон и полез в карман пиджачка за фляжкой, памятной мне еще с Атлантики. — Уберите виски, Билл, — сказал я. — Пить виски в Париже — невообразимая пошлость. — Ну тогда ведите меня туда, где есть коньяк, — сказал Атсон. И мы пошли туда, где был коньяк. Я сказал Атсону, что настоящий мартель содовый отнюдь не разбавляют. — Учите, учите меня, — проворщал Атсон. — Будто я в Париже не бывал. Только тогда, в двадцатых, мы сами устанавливали свои порядки, потому что у нас были доллары. Представить страшно, сколько тогда можно было выпить на один единственный доллар. — Гарсон, два абсента. — Билл, — сказал я. — Опомнитесь. Абсент давным-давно запрещен и изъят из обращения. Ученые определили, что он вызывает необратимые изменения в мозгу. — Ученые ничего не понимают в выпивке, — сказал Атсон. — Французский вы был чудовищен, как некогда у меня. — Теперь нужно что-нибудь проглотить, — сказал я. — Гарсон, две фоу-де-ву. — Что это еще за зверь? — изумился Атсон. — Неужели вы забыли? — ответный изумился я. — Старая добрая телячья печенка. Молодая. К печенке полагалось бы жале в высоких стаканах. Заведение было недорогое и не рафини, но очень приличное. Нас сперва даже не хотели пускать, но телохранитель Атсона пошептался с хозяином, и все устроилось. — Да. Раньше все здесь было по-другому, — сказал Билл. — Здесь сидели художники со своими шлюхами, бандиты, поэты. Я не понимал ни слова по-французски, но чувствовал, что нахожусь среди полубогов. — Да, — сказал я. — Тогда можно было посидеть здесь полдня за чашкой кофе, а первый попавшийся оборванец смог прочесть тебе лекцию об искусстве Египта второй династии. — А теперь тут одни разбогатевшие проходимцы вроде насник, — сказал Атсон. И толкуют они исключительно о биржевых курсах, если не о методах ограбления банков. Один был настоящий мужик на всю Францию де Голь, и того они спровадили на пенсию. И все они тут герои сопротивления. Он поймал за бок проходившего мимо господинчика в серой тройке, потянул к себе и на морщий лоб довольно грамотно спросил. — Месье, герой сопротивления, не правда ли? Герой, не сопротивляясь, подтвердил свое участие в этом замечательном движении. Атсон притянул его ближе, чмокнул в лоб и милостиво отпустил. Месье одернул пиджак и ускоренным шагом направился к выходу. — Знаете, Билл, — сказал я, — в Белоруссии я сидел в болотах со своими людьми и стрелял в немцев. И сидели мы в болотах два года. Поэтому здешний резистанс представляется мне скаутским пикником. Представьте себе, в миленький уютный домик Лабель Франсе врывается громила, насилует хозяйку, хватает все, что ему приглянется, и, наконец, остается здесь на постой. Лабель Франсе его обихаживает, кормит телячьей печенкой, поет лучшими винами и стирает его загаженные на Восточном фронте подштанники. Кроме того, она выдает ему евреев, чтобы Белями Фритсу лучше спалось. И вот в один прекрасный день хозяйка видит, что постоялец начал подыхать. Пена изо рта, судороги. И тогда отважная, мужественная и самоотверженная Лабель Франсе хватает сковородку и бьет его по башке. Вот и весь их нерезистанс до копейки. Не всем быть героями, Ник, сказал Атсон и достал сигару. Надо же кому-то и телячью печенку готовить. — Именно так они и подумали, Билл, — сказал я, — хором, все вслух. И сбылось по слову их. — Вы им завидуете? — спросил Атсон. — Да, — подумав, сказал я. — В этом есть определенная мудрость. Правда, при условии, что кто-то, кого вы не любите, будет отдуваться за вас. — Самостоятельные стали, — сказал Атсон. Алжир просрали, бомбу завели и сразу же принялись бороться за мир во всем мире. — Вообще-то мы здесь в гостях, Билл, — сказал я. Он пристально огляделся, словно держа в кулаке невидимую зрительную трубу. — Вы правы, Ник, — сказал он. — Пора сменить заведение. — Янки не любят, когда им напоминают, что они в гостях, — добавил он сделанным гудносом новоанглийским акцентом. В следующем погребке ему было понравилось, но нарумянинный гарсон с подведенными глазками от души поздравил мистера Атсона, которому удалось подцепить такого славного мальчика. Кто имелся в виду я или телохранитель, мы выяснять не стали. Отплевываясь и отряхиваясь, мы отправились на площадь Контр-Эскарп. Люди на многочисленных автобусных остановках с удивлением разглядывали редкий в этих широтах Роллс-Ройс. Кафе на любителя находилось на своем прежнем месте, и его так и не удосужились проветрить с тех самых пор, как мы с сорнягелем в моменты острова безденежья хаживали сюда и проводили вечера в плотном воздухе, целиком состоящем из табачного и винного перегара. Прислонившись к обитой цинком стойке, Атсон сразу же погрузился в юношеские грезы о временах сухого закона. — Ник, это было золотое время! — говорил он, рассматривая синий граненый стакан с толстым дном. — Мои девки недавно подсунули мне великого Гэтсби. — Это все про меня, Ник, это все про меня! — Наверняка автор бывал у этой стойки, — сказал я. — Стоял вот здесь же, на этом самом месте. — Извините, месье, — сказал бармен, — но месье Фиджеральд никогда не стоял у стойки, а сидел вон том углу. — У него были слишком короткие ноги, — добавил он, как бы извиняясь за Фиджеральда. — Да, — сказал я, — для этого марафона у него были слишком короткие ноги. — Вообще-то за тем столиком не сидят, — сказал бармен, — но за пятьдесят франков? — Старых? — спросил я. Бармен расхохотался. — Ну, до этого мы еще не опустились, — сказал он. — А вашему спутнику не вредно и посидеть. — В лучшие годы мой желудок вмещал галлон виски, — насупившись, — сказал Адсен. Я взял его за рукав и потащил к столику, огражденному от прочих красным бархатным шнуром. — Дайте нам по бутылке очень сухого хереса, — сказал я, — и что-нибудь поесть на ваше усмотрение. Мы сегодня с утра на ногах. — Про галлон я не соврал, — сказал Адсен. Его телохранитель у входа, выразительно жестикулируя, беседовал о чем-то своем профессиональном со здешним вышибалой. — Бейл, а на кой черт вам телохранитель? — спросил я. — Таскать кошелек! — расплылся Адсен. — Ненавижу чеки. Государству ни к чему знать, с кем и за что я расплачиваюсь. — Вы сражались за это государство? — напомнил я. — Ну и что? — сказал он. — Это не повод для близкого знакомства. Он погрустнел и задумался. — Ник, можете вы объяснить, почему ни в одном баре, где я сидел, с посетителей не берут по пятьдесят франков просто так? А вот мы отдали и не жалко. — А черт его знает, — сказал я. — Вообще-то надо бы. Одно могу сказать точно. Сам Фитджеральд не имел в этом деле и одного процента. — Вот суки! — сказал Адсен. — Писатель должен жить долго, — сказал я. — Особенно в России. — Кстати, о России! — восклинул Адсен. — Еще во времена своей молодости я здесь же, в Париже, слышал легенду о русском коктейле, который так и назывался «Молодость». Говорят, что никто не мог устоять на катушках после одного единственного стакана. — Коктейли «Молодость»? — повторил я, задумчиво и внимательно вслушиваясь в звучание. — Йорз. — А-а-а! Так вы имеете в виду Йорша. Есть такой коктейль. Секрет его мне известен. — Поделитесь? — Секрет за секрет. — Кто хлопнул Кеннеди? — Тоже мне секрет. — Фыркнул Адсен. — Вся деловая Америка знает. — Ника, почему это вас так интересует? — Он вам тоже был должен? — Не он лично. Должук перешел по наследству от Рузвельта. — А-а-а! Вот вы о чем. А теперь концов и не найдешь. — Э-э-э! О таких вещах не принято говорить, Ник. — Ну уж, наверное, все равно. Мы взрослые люди. — Сколько вы ему дали? — Двадцать миллиардов золотом. Адсен откинулся на спинку стула и громко свистнул. Подскочил Гарсон. — Бакарди! — коротко распорядился Адсен. Гарсон упал духом. — Тогда водки. — Сказал я. — Смирновский, со льда. — Пиво темного, густого, лучше чешского. У меня чешского тащите немецкое. В крайнем случае Гиннес, опять же черный. — И две дюжины калифорнийских устриц. — Добавил Адсон. — Калифорнийские недавно кончились. — Нашелся Гарсон. — Могу предложить португальские, а они ничем не хуже. — Из Паламареса. — Сказал я. — Разговаривают с едоком на трех языках. — Можно послать за остенскими? — Пойдемте отсюда, Ник. — Заплакал Адсон. — Здесь я опять в гостях. Подумай только. В Калифорнии любой бродяга. — А на Волге топят печи сушеными осетрами. — Добавил я. — Видя наше поползновение встать, хозяин заведения подбежал собственно лично с извинениями и заверениями, что все требуемое доставить немедленно и сразу, а Гарсон за грубость будет в присутствии заказчика кастрирован, расчленен, отлучен от церкви и уволен без выходного пособия. — Кончилось все тем, что в дальнейший путь мы тронулись уже втроем с уволенным и отлученным Гарсоном, заявившим во всеуслышание, что во всем великом городе он не знает более постыдный, вонючий, паскудный, отталкивающий, претензиозный, разорительный, низкопробный, позорющий честь Франции, коллаборационистской, питеновской, буржуазно-империалистической дыры, чем кафе на любителя. Куда ни один уважающий себя Фит-Жеральд сроду не заходил и даже неприхотливый Хемингуэя заглянул один раз, постоял в дверях, плюнул и ушел. Звали Гарсона Габриэль и к своим годам он успел послужить в иностранном легионе, поучаствовать в Солоновском мятеже и поучиться в Сорбоне, впрочем, не дольше моего. В свободное от вытирания стойки время он сочинял стихи под Леконто де Лиле и даже издал за свой счет сборник под названием «Путь Кортеса». Я стал чувствовать, что земля мне тесновата. Освежаясь по дороге в малозначительных, на 3-4 посетителя забегаловках, мы просквозили узкую улицу Муфтар, прошли мимо старинной церкви Сен-Этьен-Думон и лицея Андри Четвертого, веселого короля, вновь пересекли бульвар Сен-Жермен. По дороге Габриэль рассказывал нам о майских событиях и проблемах нового романа. Странным образом это сплеталось воедино. «Вот здесь у нас стояла баррикада», — объяснял Габриэль, размахивая длинными руками. «Здесь была баррикада и в 44-м, и при коммунии, и при реставрации, и при Второй Республике, и при Первой Республике, и при фронде, а уж про Варфломеевскую ночь и говорить нечего. И всякая заварушка в Париже сводится к тому, чтобы стащить в это место фонарные столбы, бочки, бетонные балки и старую мебель чердаков, где она накапливается как раз для такого случая. Вы не знаете, почему революция всегда уходит в песок?» «Не только в песок», — сказал я. «А, значит, вы согласны с Сартром», — обрадовался он. «Я страшно сказать, даже Бердяева читал», — ответил я. «Так давайте и зайдем прямо к Сартру», — воскликнул Габриэль. «К нему можно запросто». «Нет уж», — сказал Атсон. «Я простой американский империалист, но я уже знаком с мистером Сартром. Хотите, расскажу?» «Конечно, хотим», — хором воскликнули мы. «Было это незадолго до того, как Джонни неудачно съездил в Даллас», — начал Атсон. «Девицы мои ходили в застиранных джинсах с фабричными дырами на жопах, и все хотели приобщить своего папочку к современности. Вот они и затащили меня в какой-то шикарный театр на Бродвее. Комедия называлась «Мухи», это мне сразу не понравилось. В зале воняло, как на плохой скотобойне, а я уже от этого отвык. «Мух» действительно было много. Должно быть, черномазые ловили их всем гарлемом и сдавали продюсеру по 10 центов за дюжину. На сцене без всяких развешанных тряпок валялись чьи-то потроха. Комедианты то и дело ходили за сцену, должно быть, проблеваться. Вместе с программкой зрителям давали гигиенические пакеты. Хорошо догадался я захватить свою старую фляжку, заделанную под молитвенник. А билеты, между прочим, были по 120 долларов. И публика собралась чистая. Артур Миллер, но уже без Мерлин, Бартон с Элизабет, Юл Бринерс, ну, с дамой какой-то, университетские профессора и прочая сволочь. И вот дают пьесу. Смотрю и чувствую, что-то знакомое. А когда они друг друга по именам звать стали, тут-то до меня и доперло. Это же натуральная Аристея. Ну, думаю, не может такого быть, чтобы Сартр все в нагляк передрал. Должен же он от себя хоть что-то выдумать. Девки мои объясняют. Вот он мух и выдумал. Ну, думаю, все. Должно быть, Бог умер, раз такого не видит. Закат Европы. С горя ушел в буфет и напился. К аплодисментам возвращаюсь в зал. Мухи как летали, так и летают. Вот, вонять еще сильнее стало. Дамам плохо, зеленые, но держатся. Автора кричат. Автора! И выходит не из хил, как по совести положено, а этот самый Сартр. Посмотрел я на него и тут же понял, я тоже так могу. Возьму Ромео и Джульетту. Представлю, что я на матрасах лежу и всю эту историю ребятам рассказываю. Тараканов каких-нибудь подпущу. Так это же вессайская история получится, заметил Габриэль. Что получится? Упавшему голосу спросил Атсон. Вессайская история, повторил Габриэль. Натали Вуд, музыка Бернстайна. Тогда я не понимаю, кто сидит в Син-Синге, сказал Атсон. Эсхила грабят, Шекспира грабят. Я и говорю, закат Европы, а заодно и Америки. Надо выпить, ребята, душа горит. Литературное чутье остановило Атсона не где-нибудь, а возле кафе Клазерида Лила. Плохой писатель Хемингуэй, сказал Гарсон. Что это за творец, у которого все понятно? Он сказал, она сказала. Он попросил, она отказала. Примитив. Нобелевку взять не побрезговал. А вот Сартер со своим экзистенциализмом взял и железно облажал Нобелевский комитет. В кафе мы вошли с важностью и степенностью артиллерийского снаряда на излете. Габриэль все объяснил своим коллегам, и нас с великим бережением усадили за любимый столик нелюбимого гарсоном Хемингуэя. Именно здесь, по его собственной легенде, был написан рассказ «У нас в Мичигане» и начало фиесты. По стенам висели автографы и наброски великих. Нам подали большую минажницу с холодными закусками, по большой порции палтуса в кляре и огромный графин белого вина. «Здешний уксус мне надоел», — сказал отцом. «И никогда на столах нет кетчупа». «И тертой редьки нет, что характерно», — сказал я. «Гарсон ничего не говорил и только шевелил челюстями, словно и не толкался целый день возле кухни. Хотя ничего удивительного. Я помахал рукой официанту. «Принесите нам водки с Мирновской, со льда и пива темного, густого, чешского». Глаза официанта на мгновение увеличились, но он вышкаленно кивнул и бросился выполнять заказ. Психов это кафе на своем веку повидало больше, чем канатчикова дача. Секунд через шесть он вернулся, неся три рюмки и три бутылочки. «Вы меня плохо поняли, друг мой», — сказал я. «Когда говорят «Смирновской, со льда», — разумеют целую бутылку, лучше литровую, запотевшую, со слезой». «О-ла-ла!» — обрадовался официант и добавил по-русски. «Лезапой!» «О нет», — сказал я. «Это еще не запой. Это пока еще называется гуляем». «Гуляем!» — с еще большим восторгом воскликнул официант и пропал. Возвращался он, танцуя, и сполинская бутыль столового вина номер 21, действительно запотевшая, была оборудована хитроумным гидравлическим устройством, позволяющим наполнять рюмку, не тревожив всего местилища. На нас начали оглядываться. «Галлон!» — с тихим благоговением сказал Атсон. «Как давно я не видел живого галлона!» На лице Габриэля отразился экзистенциональный ужас. Должно быть, он понял в эту секунду, что выбор им уже сделан, и выбор этот роковой. «Бесподобно, друг мой!» — воскликнул я. «А теперь не найдется ли в вашем гостеприимном заведении хотя бы один стакан с семнадцатью гранями?» Официант выронил поднос, но успел его подхватить. «Да, месье, один должен быть. Но это не простой стакан. Когда месье Шаляпин демонстрировал мощь своего голоса, именно этот стакан из дюжины выдержал, только не разбейте его». Стакан принесли в серебряном подстаканнике. Я осторожно извлек священный сад суд из-за правы и водрузил его на середину стола. «Друзья мои!» — я встал. «Все знают, что беспричинное пьянство неизменно ведет к распаду семьи, частной собственности и государства. Но мало кто знает, какой знаменательный день сегодня не отмечает человечество. Именно в этот день великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов продемонстрировал графу Шувалову первое изделие стеклолитейной мастерской, вот точно такой же русский граненый стакан. Граф Шувалов взял в руки теплый стакан, прижал его к груди и произнес исторические слова. «Сосудом сим! Слава России прирастать будет!» «Прошу выпить за славу России!» Мы встали и выпили. Еще из тех первопринесенных маленьких рюмочек. «А теперь, Билл, я хочу продемонстрировать вам приготовление знаменитого коктейля «Йорз». Позвольте вашу недокуренную сигарету». С некоторой отропью он протянул мне дымящийся окурок. Я двумя пальцами взял еще теплый трупик и бросил на дно стакана. Все неотрывно смотрели на меня. Окурок я залил водкой. Коротко зашипело, взлетел порог. Смотрите, Билл, ровно половина объема водка. Да-да. Теперь берем пиво. Я долил водку пивом вровень с краем. Пенный ободок быстро истаял. Вот и все, Билл. Теперь вам остается выпить это. С окурком? Можете его потом выплюнуть. Это не возбраняется. Понятно. Хм. Он оглядел публику. Публика притихла и смотрела внимательно. Что же будет? Если сегодня вы доберетесь до Сартра, заделайте ему такой же коктейль, только вместо окурка бросьте туда муху. Он опрокинул с себя стакан, потом деликатно нагнул голову и выплюнул окурок в горсточку. Долго ждать? Спросил он. Я посмотрел на часы. Минут десять. Потом наступает трупное окоченение. Атсон закурил новую сигарету и стал вместе со всеми ждать окоченения. Да, сказал Габриэль. А сами-то вы что же? Нет проблем, сказал я. Отнял у Атсона сигарету и повторил всю процедуру. Ксирион в организме имеет счастливое свойство сжигать алкоголь. Об этом его побочном действии я не говорил Атсону, умиравшему от лучевой болезни в больнице Маун-Синай. Сам же Билл свою непоколебимую крепость объяснял наследием Атсона-старшего. К сожалению, весть о том, что Билл попал в плен к японцам, угробила славного старика. Атсон все не коченел, и Габриэль решил ступиться за честь Лабель Франсе. — Вот теперь можно и к Сартру, — весело сказал он, оставшись в живых. — К дьяволу Сартра, — сказал Атсон, — плохой писатель, пить не умеет. — Фиджаль тоже не умел пить, — сказал я. — А если бы умел, вы представьте, какой великий был бы писатель, — воскликнул Атсон. — Не хуже Бироуза. — Не хуже, — мотнула я головой. — Ну вот на столечко не хуже. — А Бальзак умел пить? — спросил Атсон. — Габриэль поглядел на него с уважением, да и я, признаться, оторопел. От личных дочек родила стариня Биллу его легкомысленная кинозвездочка. Прямо ликвидация безграмотности в Тульской губернии силами комсомолок. — Бальзак умел пить только кофе, — сказал Габриэль. — Кофе? — усомнился Атсон. — Ладно, пусть будет кофе. Зато этот парень знал о деньгах все, что нужно знать о деньгах. И что, в конце концов, любой Рокфеллер остается один на один со своими деньгами. Тут я припомнил Демидова, князя Сандоната, который перед смертью жрал о сигнации со сметаной. И мы решили, что ни одна чековая книжка в мире не стоит и одной строки, написанной рукой мастера. Это был, конечно, не первый разговор на такую тему в кафе-клазере Далила, и наверняка не последний. — А Питер Пен умел пить? — сказал Атсон. — Представьте себе весь ужас жизни бедного мальчонки. Тебе все время 12 лет, и ни одна скотина не нальет тебе хотя бы пиво, боясь потерять лицензию. И я опустился в пространные рассуждения насчет того, что Питер Пен и русский Кощей Бессмертный — это один и тот же трудный подросток, поскольку слово Кощей обозначает отрока, а Бессмертный — сами понимаете. — А вот Алиса пила, непременно и крепко пила, — сказал Атсон, все глубже впадая в детство. — Ух, как она пила! — Разве трезвой девочке могла привидеться вся эта нечисть? — И Гулливер пил. — Отнюдь! — воскликнул Габриэль, — отирай пену с усов. — Гулливер, месье, принимал ЛСД, а то люди и казались ему то большими, то маленькими. — Может быть, и Красная Шапочка пила? — спросил я готовую новую порцию ерша. — Окурком мы решили на этот раз пренебречь. Пьют же мартини без вишенки. — Конечно! — воскликнул Атсон, принимая недобитый шаляпиным стакан. — Топот через темный лес с волками обязательно тяпнул на дорожку, и черт стал ей не брат. Постепенно в этот темный лес с русским именем Гуляем стали втягиваться и другие литературные персонажи за компанию с авторами, а там, смотри-ка, начали появляться и люди. — Разве это ерш, господа? — сказал высокий худой человек со щегольскими усиками. Его французский был превосходен, но я все равно признал в нем соотечественника. — Это баловство, а не ерш. — Если здесь найдется чай... Чай нашелся, а вот за спиртом пришлось посылать в ближайшую аптеку. Компортриот, представившийся Виктором Платоновичем, литератором из Киева, потребовал в качестве сосуда для заварки отнюдь нетрадиционный пузатый чайник, но пустую консервную банку, лучше слегка заржавевшую. Яки в ком подтвердил правомерность заказа. Виктор Платонович сказал, что в идеале вода должна быть вскипячена на костерке, но это было уже лютое эстетство. Довольное того, что банка, как и полагается при заварке чиферя, была накрыта сверху завалявшейся в кафе после ремонта рукавицы маляра, за неимением брезента в верхонке. Виктор Платонович сказал, что Эрл Грей, конечно, не то, хотя для французов сойдет. Когда официант притащил с плиты банку с дымящимся, дегутно-черным напитком, литератор из Киева взял бутылку со спиртом и стал тонкой струйкой сдабривать варево. — Этот еж, господа, называется Колымская Шила, — сказал он. — После него можно трое суток не спать. Очень помогал в Сталинграде. Той осенью в Париже не стоило объявлять себя русским из России, но никто в кафе не посмел бы сейчас отпустить какую-нибудь реплику. — Вижу, что это настоящий писатель, — сказал Атсон, принимая чайную чашку с чудовищной смесью. — Человек с понятием. Он смотрел на чашку, не зная, как не подступиться. — Можно из блюдечка. Сжалился над ним Виктор Платонович и показал, как. — Достало, — сообщил через некоторое время Билл. Он мигом научился употреблять чай с блюдечка, не хуже купчихи из заряде. Это получше горячего саке. Покончив с Колымским Шилом, стали пить Смирновку не мудрствуя. Я поначалу тревожился за Габриэля, но бывший Гарсон оказался надиво крепким, поскольку в иностранном легионе тоже пьют, прямо скажем, не сувеньон. Через пятнадцать минут Виктор Платонович уже делился с Биллом фронтовыми воспоминаниями и анекдотами. Он в самом деле был очень хорошим писателем, да только не притащил с лизанием хвост из советского посольства. Хвоста я вычислил сразу, ласково ему улыбнулся и предложил полнешенький шаляпинский стакан. — С чего бы это, Ник? — сказал Атсон. — Лицо у него хорошее, — сказал я. — Открытое, честное. — Хорошее? — сказал Атсон. — Не знаю, не знаю. Случалось, видите, получше. И я не мог с ним не согласиться. Хотя глупо надеяться свалить русского одним-единственным стаканом водки. — Запейте вианом! Все так же ласково посоветовал я хвосту и с дьявольским коварством наполнил исторический стакан спиртом. Спирт весьма кстати был налит в бутылку из-под минералки. Хвост повертел стакан, чего-то мучительно соображая. Он явно был любителем. Возможно, тоже литератором. — А где пузырьки? — неуверенно спросил он. — Будут, будут пузырьки! — сказал я. — Это же Эвиан! Пузырьки внутри! Виктор Платонович внимательно следил за моими действиями. Хвост запил, поперхнулся и кашлял до тех пор, пока не сомлел. — Вот видишь, пузырьки и появились! — сказал я. — За что вы его так, Ник? — спросил Атсон. — For the prick and for the balls! — ответил я, снимая дальнейшие вопросы. — Хорошо сидим! — сказал Виктор Платонович. — Сидели мы действительно хорошо, и я думал, что теперь можно, в принципе, сидеть так каждый вечер, не обязательно в Клазарида Лила и не обязательно в Париже, тешить себя скоро приходящим опьянением и никуда не спешить, потому что спешить нынче некуда. — Что с вами, Ник? — сказал Атсон. — Что, черт побери, с вами стряслось за эти годы? — Ничего особенного, — сказал я. — Ничего, о чем стоило бы говорить в этом веселом застолье. Габриэль тем временем декламировал Виктору Платоновичу свои стихи, а я все равно не смог бы сейчас воспринимать ни строчки. — И все-таки, Ник, — сказал Атсон, — у вас проблемы? — Удобный английский язык, — сказал я. — Тактичный язык. — Понятие проблемы может включать в себя и землетрясение, и прыщ на лбу. — Так все-таки землетрясение или прыщ, — сказал Атсон. — Землетрясение, — сказал я. — Понял, — сказал Атсон. — Кто-то хочет вытрясти из вас те рузвельтовские денежки. — Если бы, если бы. Я бы того человека на руках носил. Всем вокруг было уже не до нас. И так хорошо. Виктор Платонович умело сортировал безденежных сочинителей, иным дозволял присесть ненадолго, иных мановением руки отсылал прочь, и строго следил, чтобы гуляем не переросло в ле-запой, хотя границу между этими понятиями трактовал весьма произвольно. — И все-таки, — сказал Атсон, — мы друзья уже почти сорок лет. Кое-что я знаю, о многом догадываюсь. У меня свои источники информации. Не масонские балаболки, нет, серьезные люди. Что-то произошло в России. И ваши танки не для Мациона проехались до Праги. — Не для Мациона, — сказал я. — Представьте, Билл, что вы выходите, простите, из тюрьмы. — Очень хорошо представляю, — сказал Атсон. — Ну вот, — сказал я. — Вы ходите из железных ворот с узелком, и первым делом видите, что вас не ждет автомобиль с надежными ребятами и шампанским. — Ну, это можно пережить, — сказал Атсон. — Может, ребята и сами загорают в клеточку. Слушайте дальше. Вы садитесь в такси и начинаете объезжать старых приятелей. Нигде они не загорают, только ведут себя как-то странно. Не хотят или не могут вспомнить ни ваше совместное дело, ни контрабанду виски, ни матрацы. С вами говорят, как со старым знакомым, но и только. Сучились, — понимающий кивнул Атсон. Поначалу вы тоже так думаете, но потом все больше убеждаетесь, что они действительно ничего не помнят. И хуже того, ведут совершенно законопослушный и благонравный образ жизни. — Ну и что? — сказал Атсон. — Моя старая компания и в самом деле остепенилась, кто живой остался. Понятное дело. — Ник! — оживился он. — Да ведь копы запросто могут ославить ни в чем не повинного человека, чтоб свои его сторонились. Скажут, например, что в тюрьме всех закладывал. — И долго проживет такой ославленный человек? — сказал я. — Ну, разбираться будут. — Не уверенно, — сказал Атсон. — Да нет, — сказал я. — Никто с вами даже разбираться не хочет. Вы для них просто знакомый. Хороший парень, с которым можно парать на бейсбольном матче, выпить, вот как мы сейчас. — Хм. А может, ребята просто решили зажилить мою долю, вот и валяю дурака? — сказал Атсон. — Нет, — сказал я. — С банковским счетом все в порядке. Более того, весь общак теперь мой. — Хорошо, — сказал Атсон. — Тогда я просто начну набирать новую команду. — Действительно просто. Атсон разлил Смирновскую по рюмкам. — Ник, — сказал он. — Все пройдет. Вы сильный человек. И вылезете из любого дерьма. Если я чем-то смогу помочь... — Я знаю, — сказал я. — Спасибо, Билл. — Слушайте, Ник, — он вдруг уставился на бутылку. — Мы здесь сидим уже целый час. Такими темпами мы не обойдем Париж и за месяц. — Да, — сказала я грустно. — Вы правы. — Надо двигаться дальше. Ребята, мы идем. — Идем, — согласно кивнули Габриэль и Виктор Платонович. — Гарсон, — подозвал я официанта, как следует расплатился, вернул ему целый и невредимый стакан, а потом, показав на спящего в неудобной позе хвоста, добавил сверхсуммы три стофранковой бумажки. — Будьте так любезны. Отведите этого месье в ближайший бордель. — В бордель? — восхитился он. — Совершенно верно. — В грязной, дешевой, с дурной репутацией бордель. — Да, месье, я знаю такой. — Я не сомневаюсь, Гарсон, действуйте. Слушаюсь. И мы четверо в ряд покинули гостеприимное кафе Клазери де Лила, не расписавшись на стене, но ничуть об этом не сожалея. Роллс-Ройс пополз следом бесшумный, как летящая сова. — Странно. Разговор мой с Сацином так зацепил меня, что я очнулся от размышлений, лишь увидя перед собой белоснежную скатерть. Мы вчетвером сидели на полукруглом диване с высокой выше голов спинкой. Два официанта во фраках сервировали стол с такой скоростью и точностью, что казалось перед тобой не живые люди, а рабочие с конвейера в Чаплинском фильме. Меню, переплетенное в темную тисненную кожу и от того толстое, как подарочное издание «Майндкамф», лежало на краю стола. И Атсон смотрел на него со сложным выражением. Потом он хлопнулся по лбу и вскинул руку, подзывая телохранителя. — Стив, — сказал он, — бегом в машину и принесите-ка тот синий пакет. Меж тем, рядом с очередной бутылкой Смирновской возник высокий прозрачный кувшин, полный томатным соком. Виктор Платонович предался воспоминаниям о том, как ребенком гулял с Бонной в Люксембургском саду и как его тетешкал на коленях один русский политэмигрант, раскосый, картавый и добрый-преддобрый. Габриэль же рассказывал ему, как в ранней юности ни за что ни про что убил араба, ничего при этом не испытал, вышел сухим из воды, но с тех пор чувствует себя постоянно виноватым перед всеми угнетенными нациями. «Именно потому он и пошел в иностранный легион. Ты меня понимаешь? Нет, ты меня понимаешь?» Тем временем Стив принес пакет. Адсон прищурился. «Не все друзья о вас забыли, Ник». Пакет он держал в поднятой руке, словно бы надеясь заставить меня поплясать. «Лет пять или шесть тому в Голливуде меня опять же затащили на премьеру. Правда, это была солидная лента со стрельбой, мордобоем и бабами. Потом был банкет, и Шон Коннери познакомил меня с англичанином, который и сочинил этот фильм. То есть сочинил книжку. Мы разговорились про старые года, стали припоминать всякие чудные случаи, и вдруг оказалось, что толкуем мы об одном и том же человеке. Ясное дело о ком. Где вас искать, он представления не имел, и вот попросил меня передать при случае. Я разорвал пакет. Ян Флеминг. Живешь только дважды. И надпись на титульном листе. Нику великолепному, без которого не появился бы на свет агент 007. И рощерк. «Спасибо, Билл», — сказал я. «Жаль, что нет с нами самого Яна». Настоящий был солдат. Он умер в 64-м. «Помянем всех, кого с нами нет», — сказал Атсон. «Мне везло в жизни на людей». «Мне тоже», — сказал я. «Царствие им небесное». Мы вчетвером помянули ушедших, потом без перерыва выпили за живых. Негромко заиграл оркестр, и певица в черном обтягивающем платье хриплым голосом начала повествовать, как она ни о чем не жалеет. «От дьявол!» — сказал Атсон, завернул рука в дешевого пиджачка и посмотрел на циферблат-кортье. «Параник скоро начнется». «Господа», — я поднялся, «не обращайте на наш уход ни малейшего внимания. Духом мы с вами, но тела должны перейти в другое место. Поэтому, милейший Виктор Платонович и любезнейший Габриэль, гуляем придется за четверых». «Надеюсь, вас никто здесь не обидит». Я выразительно поглядел на официанта. Мы обнялись и облобызались с нашими спутниками, словно прощались навсегда. Да ведь навсегда и прощались. В недрах необъятного Роллс-Ройса нас ожидали строгие вечерние костюмы для сохранности натянутые на манекены. Можно было переодеться прямо в салоне, не испытывая особых неудобств. «Ну, Марти», — сказал Атсон водителю, «довольно ты ползал сегодня, как беременная бегемотиха. Гони-ка в Олимпию. Мисс Дитрих открывает сегодня европейские гастроли». Когда огни за стеклами начали сливаться сплошные сияющие линии, я вдруг с ужасом увидел себя в зеркале. Худощава хлыща 27 лет. Меньше, чем было тогда на пароходе Кэто в Чешир. И когда Марлен увидит меня, это было невозможно. Это было невозможнее, чем если бы у Юла Бриннера зацепился Кольт. «Билл», — сказал я, «некуда спешить. Что у вас там в баре?» Продолжение следует...